здравствуйте Арсений Селезнев зверовой хочу показать как я убрал и продолжаю убирать потому что приходится работать с этим до начала сильных морозов пока у нас тут температура довольно высокая было плюс 3 курятники снаружи было до минус 13 в принципе это хорошо целый день форточка была открыта для того чтобы влажность была как можно ниже но это не спасает сто процентов также был открыт лаз и поставлена там сетка то есть воздух проходил свежий воздух заходил влажность максимально уменьшилась теперь я хочу показать как как я поработал курятники значит было убрано вот это мокрая часть это было очень мокрая вот даже видно как продавливается если присмотреться сейчас я присмотрюсь сам в общем и такие вот продавливается куски это толщиной приблизительно сантиметров от 5 до 10 сантиметров в разных местах по-разному получается натаптывание сейчас я покажу возьму за одну лопату значит я отрезал куски складывал их под стенкой это у меня самая холодная стенка так как она не утеплена спанбондом и геотекстилем я решил начинать с угла работать петухов не нравится что я работаю мебель передвигаю но все равно это делать придется так как вот у меня такой почин еще есть зачин в мой совет или наблюдение если хотите чтобы в курятнике было более-менее сухо такое конечно не получится сто процентов ну вот если допустим какие-то места допустим пол курятника осенью закрыть оставить там сухую почву вот такой как здесь и за чем-то ее накрыть чтобы куры здесь просто не ходили самое главное чтобы они не ходили вот тут значит лежала этот стояла у меня посуда и здесь никто не ходил вот здесь немножко походили и видно что уже они почвиркали влага немножко есть значит когда я срезал здесь вот здесь получалось абсолютно сухо абсолютно но влага была там дальше и и это влага вот видно тут линия вот линия где я вырезал эти куски вырезал аж туда и поэтому поэтому ну здесь было очень сухо а то влага она постепенно перенеслась ногами в эту сторону сейчас я покажу как как это насколько здесь мягко насколько здесь ужасно вот лопатой получается такие вот куски желательно все убрать чтобы не мешало ходить и я делаю такие надкапывания неглубокие приблизительно на пол штыка подрезаю кирпичи как у нас говорят что-то среднее между кирпичом и кизяком лампачи и коровьи лепешки то же самое выбрасывать не вижу смысла она летом высохнет зимой вряд ли высохнет я так делал в прошлый раз выбирал одно где-то весну еще было довольно сырое а вот летом когда стало жарко все по высыхало и стало абсолютно сухой это пригодится я сложил там но это было немножко неправильно хотя курам понравилось вот я убираю и сразу покажу что там происходит под этим слоем здесь немножко влажность есть и там внизу более-менее вот если сжать влажность тут невысокая вот такие куски отпадают это с верхней части более влажные да ну это не страшно я так думаю потом еще второй раз уберется и будет хорошо и складываю вдоль стены таким образом я утепляю а ночь утепляю стенку одновременно и одновременно получается убираю влагу из-под ног тут было больше влажности еще больше влажности но она постепенно перенеслась сюда на ту тот участок который я убирал раньше вот петушки начали драться так но придется поставить это видео в драке также вот эти петушки это явно петушки как по мне они еще наказывают первый выводок о вот этот меньший по размеру большего гоняет вот что значит статус победил и все вот этих курочек гоняют эту ту могут подойти клюнуть такие вот дела так я советую сразу убирать везде сразу складывать потому что та влага которая останется она будет переноситься снова на место это было это стало ясно потом когда я когда я второй раз начал убирать и начали я убирал шпателем разрезал аккуратненько это нет это все не то надо брать лопату и острую лопату вот такую руками воткнуть тяжело вот почему я не люблю когда там сено лежит или еще что то такое потому приходится еще его разрезать конечно было бы хорошо сделать такой же маневр а ну отходите такой же маневр как делают свинарниках то есть сюда насыплю сухого пригодится для перестановки этих мешков здесь нельзя курятники нельзя насыпать тырсу опилки хвою такие крупные материалы или их надо измельчать все до пылевидного состояния но я не вижу смысла потому что они потом все равно слипнуться идеальный был бы вариант измельченная как же его там торф измельченный торф до до порошка но не знаю не знаю я в общем пользуюсь тем что здесь был песок попадается куриный помет и он он постепенно высыхает смешивается опять же не едят этот помет съедают вот хочу сразу показать это мучную червь это они едят то есть мучной червь заводится в подстилке белок такой а его съедают куры это личинки мучного червя на самом деле это жук пусть размножается тут у меня камни с переставлю сюда воду придется отодвинуть все придется отодвигать куры едят подстилку куры едят этих мучных червей это дополнительная дополнительный белок а теперь еще подстилка дополнительно получается утеплителем не хочу ставить на мокрое чтобы она не про это не прогнило так вот он увидел мучных червей это явно петушок сейчас он распробует и уже пошел-пошел-пошел-пошел-пошел второй увидел здесь у меня тоже была куча такая таких вот кусков мокрых в прошлом году но я поступил немного неправильно я перемешивал зимой перемешивал перекапывал значит загонял воду вниз нет этого не стоит делать а стоит делать именно вот так убирать в сторону следует ну если можно делать стену в другом помещении но главное чтобы на него не текло на вот это вещество не текла вода к лету она высохнет и будет очень крепкая там внутри может появиться плесень но она и так может появиться вот перекладываю мешки пока так будут а потом посмотрим так поддон тоже придется отодвинуть курам очень нравится купаться в сухой сухой подстилке сейчас они немножко резновато выглядят потому что все такое мокрое просто кошмар я здесь когда-то проходил чуть не поскользнулся поэтому решил так убирать идеальный вариант это было бы построить снаружи такое же помещение с такими вот стенами но пока пока будем так работать с тем что есть какая-то органика попалась куски можно отрезать довольно широкие то есть кирпичи это я на низ ложу меньше а там у меня полка и получается оно расширяется как там ну там узко а сверху получается широко ну и такие маленькие их удобнее переносить какая-то деревяшка ну-ка отскочили вот еще у меня сухой этот лежит сухой топинамбур палочка палочка пригодится подпихивать можно ногой можно подпихивать лопатой двигать в принципе нормально вот такие куски получились они довольно сухие сейчас они немножко при увлажнились из-за того что все равно на них приходится становиться цыплятам курам я думаю его их можно измельчать в мороз и посыпать сверху если замерзнет подстилка или в отдельных местах и таким образом будет они смогут купаться даже в морозы курам влага вон уже начали начали копаться влага противопоказана только питье может иногда под дождик попасть но вот так вот в курятнике это не то не подходит измельчать эти куски можно можно немного лопатой но лучше всего это делать молотком я пробовал конечно звучит как-то непонятно почему именно молотком зачем их измельчать можно выбросить можно выбросить но лучше всего купаться курам в этой среде вот тут вообще сухое некоторая органическая часть если конечно вы сеном сможете измельчить до такой части как как это делают куры в кишечнике то пожалуйста им он очень нравится песок с вот такой вот органической добавкой и купаться удобно и удобно и ее приятно кушать в любом случае они едят песок в любом случае они едят торф это это применяется во многих крупных хозяйствах поедание торфа так ну вот можно измельчать хотя оно уже немножко сыроватое летом оно высыхает настолько настолько твердое становится что как глинобитный кирпич вот вот красавец залез туда под низ так ну все значит немножко подровняю и снова начну накидывать это влага это уже с той стороны стены пошла вон как поставали поэтому тоже приходится не выбрасывать отсюда а наоборот подсыпать так тут они сидят поэтому толще получается слой главное его оторвать легко довольно отрывается от основы так как снизу сухо и можно легко поднять и перенести также цыплята были замечены за поеданием где-то в том месте стояли и выклевывали эту подстилку влажную подстилку довольно интенсивно и глотали то есть ее выбрасывать нет смысла с этой стороны у меня рассыпан был рассыпано было сено которое было в гнездах это молотки вот такие вот молотки повыбрасывали проводили тут очистку территории готовились вот так все теперь можно укладывать сверху утеплять вот они уже начали активно здесь работать ну-ка в сторону петухи никак не могут вон кстати курица поедает перо пуховое перо так что их тоже можно особо не убирать хотя говорят что там заводятся пироеды ну травить этих пироедов раз на то пошло куры вообще любят поглощать всю все что всякие остатки и это им нужно для роста перо собственного обновленного все вот так что легло легло так ну еще тут кусок и снова новый ряд пойду первый ряд уже есть пойду вверх там может придется подправить потому что слишком маленький кусок отрезать его и куда-то в другое место деть или и и